Продолжение следует... Новые бренды, экспертов, экспериментируем с разными тканями, создавляем более интересные образы и луки для наших участниц. Проект живой, он развивается и растет. Поэтому, если вы хотите участвовать в нашей программе как бренд, пишите, звоните, сделаем мир чуть красивее. Невероятно приятно, что большинство нашей аудитории, мусульманские женщины и девушки, приняли наш проект на ура. Хочется одеть красиво всех и подарить хорошее настроение абсолютно всем. Новая участница выбрана мною лично. Ассаляму алейкум, Лиана. Алейкум ассалям, Римма. Согласись, это так легко, выглядеть хорошо, когда у тебя есть время, деньги, силы. Но мы забываем о тех женщинах, которые положили свою жизнь на такое благое дело, как воспитание детей, ведение дома, выполнение своей женской миссии. Сейчас слово домохозяйка, оно вызывает такую какую-то ассоциацию, даже какую-то ругательную, да, слово домохозяйка, обидное слово. Вот как ты считаешь, ты домохозяйка? Да, я домохозяйка, но активная домохозяйка. У тебя трое детей? Да, у нас три девочки. Старшие 8 лет, 5 лет и 2,5 года. Они у тебя ходят в садик, в школу. Расскажи немного о них. Чем занимаетесь? Старшие учатся во втором классе, средние ходят в садик, а младшие Марья со мной пока дома. Чем обычно вы занимаетесь? Ходите, куда вы ходите, что делаете? Как ты покупаешь одежду с тремя детьми? Как ты успеваешь? С кем ты их оставляешь? Или как ты дома это делаешь? Ну, у нас довольно-таки активный образ жизни. Мы ходим в кружки, сейчас катаемся на коньяках, а ходить по магазинам очень проблематично, конечно, с тремя детьми, но сейчас есть возможность интернет. То есть ты выбираешь одежду дома и уже дальше идешь? Да, проходя от компьютера, выбираю себе наряды, покупаю и буквально практически домой привозят. Малхамдуля. Лян, почему ты решилась прийти к нам на проект? Потому что я хотела посмотреть на себя со стороны. Хотела узнать, какой образ придумают для меня дизайнеры. Сидя дома у компьютера, сложно подобрать для себя цельный образ. Я хотела узнать, правильно ли я сочетаю цвета и стили. Как найти время на себя, когда нужно поухаживать за мужем, за детьми, школа, садик, кружки? Как найти время, чтобы встать с дивана в редкие минуты тишины и пойти в салон красоты заняться собой? Или в магазин, в шоу-рум, чтобы выбрать себе красивое, скромное платье? Когда кажется, просвета нет и мало шансов, на помощь приходим мы. Проект «Одену мусульманку». Пока Ляна выбирает процедуры, я хочу рассказать вам, где мы сейчас находимся. Мы сегодня находимся у нашего замечательного партнера в салоне красоты «Си-Шелл». Это невероятно уютное и приватное место для любой мусульманки. Хотелось бы выбрать программу «Максимум». Представляешь, Римма, как мама может устать за три года декрета? Какой-то вечный день сурка, честное слово. Сегодня мы проводим процедуру на косметике Южной Кореи «Ладомер». Косметика увлажняет, омолаживает. Очень приятный уход для женщин. Мы провели процедуру очищения, скрабирования. Очистили лицо тоником. Проскрабировали скрабом «Ладомер». Сейчас мы наносим увлажняющую сыворотку под шифоновую маску. Продукция «Ладомер». Процедура очень приятная, расслабляющая, успокаивающая. Наши женщины очень ее любят. Редактор субтитров А.Семкин Дин, расскажи, пожалуйста, что за космическая форма аппарата у вас состоит? На самом деле, так вот, тренажер, он завезен у нас единственной в России. Обеспечивает минимальную нагрузку на суставы, снижает травмоопасность и обеспечивает правильную работу сердечно-сосудистой системы. Для кого в первую очередь этот аппарат? В первую очередь это аппарат для беременных женщин, для женщин, кормящих грудью, для пожилых людей, для людей с проблемами с позвоночниками, с суставами и сердечно-сосудистой системой. Замечательно. Давайте покажем его на деле? Давайте. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Друзья, на этом наши процедуры в салоне красоты «Сишел» с Лианой закончились. Но кульминация нашей программы только начинается. Мы едем сейчас в студию, там нас ждут эксперты со своими обзорами, три новых образа для нашей героини от магазина «Мейденли» и много чего интересного. Лиан, вот это твой старый гардероб. Что ты носишь в обычной жизни, ты нам привезла показать. Немножко расскажи. Это мой первый опыт покупки через интернет. Чёрный костюм. Я думаю, что его можно носить и в пир, и в мир, сочетая с разными палантинами. Можно носить и с кроссовками, и с каблуками. Второе – это классическая юбка. Я думаю, что классическая юбка должна быть в гардеробе любой женщины, в том числе и мусульманки. Следующий мой наряд я купила на рынке за очень привлекательную цену, за 1000 рублей. Но оно мне очень нравится. Оно ноское, универсальное, потому что часто мне приходится поднимать младшую дочку на руки, и если даже испачкается, можно оттряхнуть. Следующий наряд – это абая, ручной работы. Тоже купила через интернет. Но, как всегда, ожидание не совпало с реальностью. Но дома носить можно. Палантины я покупаю универсальные. Пастельных оттенков, так как их можно сочетать с любыми нарядами. Мне твой гардероб, в принципе, понятен. Костюм, на рукаве которого уже дырка. Платье мне нравится. Очень красивые рукава. Необычный крой. Очень интересно. В принципе, хороший фасон. Но оно уже старое, немножко в катышках. Его, конечно, уже на улицу лучше не носить. Вот эта абая тоже красивая. Мне нравится цвет. Такой глубокий цвет. Он прям привлекает к себе внимание. Такой хороший цвет. Но отделка, хоть это и ручная работа, это не значит, что она может быть неаккуратной. Здесь немножко, конечно, погрешности есть. Это видно. Но так, в принципе, неплохо. Палантины мне тоже твои нравятся. Очень красивые цвета. С красивой отделкой. И даже у меня у самой есть такой палантин. Мне все нравится. В принципе, Лиан, я посмотрела твой гардероб и поняла одну вещь. Вещи неплохие. Но я здесь не увидела ни одной принтованной вещи. Ты боишься сочетать принты. Получается. И вот наши дизайнеры приготовили для тебя что-то интересное, что-то новое. Пойдем посмотрим? Пойдем. Лиан, хотел бы тебе показать один комплект, который мы подобрали для тебя. Ты просила какое-то домашнее платье. Вот смотри, на сайте Мейдли, это интернет-магазин мусульманской одежды, есть очень много разделов, в том числе и одежда для намаза. Смотри, здесь очень много вариантов, достаточно широкий выбор. Но для тебя, мне кажется, подойдет платье для намаза Амира розового цвета. Иншалад, ты его примеришь, нам покажешь. Вот. Платье оно из стопроцентного хлопка, идет на один размер, очень удобное. Заказать очень легко. Так оно безразмерное, ты просто нажимаешь в корзину, оформить заказ, проверяешь, все ли правильно или неправильно, что-то менять можно, значит, перейти к оформлению. Новинка сайта Мейдли в том, что можно войти с помощью соцсетей. Ты же есть, наверное, или ВКонтакте, или где-то еще. То есть, можно с помощью соцсетей, можно авторизироваться, да. Таким образом, ты получишь еще возможность получать новости об акциях различных. Очень много акций, скидок в интернет-магазине. Все достаточно просто. Ты у меня спрашивала, что делать, если нет возможности зарегистрироваться или интернет под рукой. Да, у нас есть бесплатный звонок на сайте, вот видишь, мы видим, да, 8800 номер. Это номер бесплатный, с любого телефона набираешь, оператор принимает заказ, оформляет все это быстро, легко, особенно для тебя, мамочки, с тремя детьми. Очень удобно. А на сайте есть раздел для детей? Да. В магазине Мейденли есть одежда для девочек. Есть платье, платье для намаза, школьная форма, спортивные костюмы. Все, что пожелает душа родителей, даже верхняя одежда. Но многие не знают, что есть специальные скидки, промокоды. К примеру, сегодня скидки на весь сайт. При заказе от 5000 рублей 10% скидка, от 7000 рублей 15%, свыше 9000 рублей 20%. Надо использовать промокоды, они указаны обычно под размером скидки. При оформлении заказа вводишь промокод и получаешь хорошую, существенную экономию. Лиан, с сайтом все понятно? Да, понятно. Ну а теперь тебя ждет визажист. Лиан, здравствуйте. Я знаю, что мусульманкам не рекомендуется краситься на людях. Но исключением может быть ваш макияж дома для любимого мужа, например, по праздникам. И несколько рекомендаций по его нанесению я вам сейчас дам. Во-первых, Лиан, так как сейчас зимнее время года, и кожа у нас у всех в основном сухая и безвоженная, то хорошо было бы использовать базу под макияж, базу под тон. И желательно, чтобы база была увлажняющая. Во-вторых, что мне еще хочется сделать в своем лице, это немножечко подчеркнуть скулы, освежить твое лицо легкими румянами, слегка подправить брови, сделать их максимально естественными, как сейчас модно, и слегка сделать акцент на глазах. Совершающим этапом нашего макияжа будут стрелочки. Расскажу в двух словах, как они рисуются. Начинаем с подводки, затем мы нарисуем направляющие стрелки. Многие делают ошибку, рисуют направляющие в сторону брови. Мы ее будем рисовать в сторону виску. И затем соединим нашу подводку с нашей стрелочкой. Генеральный спонсор программы «Одену мусульманку» – интернет-магазин Мэйденли. Сегодня нашей героине любой образ, который она примет и ей понравится, интернет-магазин Мэйденли предоставит в подарок. Творческая команда «Балмай» дарит нашей участнице сертификат на 5000 рублей. Салон красоты «Си-Шелл» предоставляет нашей участнице сертификат на любые процедуры салона. Для Лианы наши дизайнеры подобрали пару образов. Первый образ – это образ прогулочной. Брюки-кюлоты. Шикарная, нежная шифоновая блузка с элегантным бантом. Шифоновый палантин, обувь, сумка. Чуть-чуть поподробнее. Вообще, брюки-кюлоты, они уже в моде второй сезон. Сейчас их стали носить и мусульманки. Во-первых, это удобно. Во-вторых, это скромно. Потому что силуэт ног не виден, но при этом это брюки, которые удобно носить, например, в городе. Шифоновую блузку лучше одевать на водолазку, потому что она просвечивает без водолазки. Образ мы дополнили замшевой обувью черного цвета и под цвет обуви шифоновый палантин. Также мы подобрали сумку апельсинового цвета. Она очень подходит к блузке. Этот образ был бы неполным, если бы мы его не разбавили красивым пальто. Это прекрасное пальто, принт, гусиная лапка. Некоторые думают, что гусиная лапка ни с чем не сочетается, кроме однотона. Это неверно. Гусиная лапка прекрасно сочетается с цветами, с пейсли, с различными мелкими нежными узорами. В этом случае мы дополнили этот образ верхней одежды и получили достаточно гармоничный городской стиль. Подходящий молодой женщине, у которой трое детей, которая хочет выглядеть органично, стильно и скромно. Следующий образ. Стиль кежу. Вообще, Лиана, когда мы с ней разговаривали, она просила какой-то образ для нее подобрать в стиле кежу. Потому что она молодая мама, естественно, она хочет одеваться в соответствии с тенденциями, да, но при этом, чтобы одежда была очень удобной, свободной и стильной. Платье от марки Вейл, называется оно Касечка, такого серого нейтрального оттенка. Но серый это не значит скучно, потому что серый отлично сочетается с разными цветами, а особенно со цветом фуксия. Палантин и современный спортивный рюкзак в Рокси добавят этому стилю изюминку, некую такую вишенку на торте, шапочка под цвет самого платья и красивый капюшон. Капюшон это спасение в большом городе, и с помощью него можно укрыться от ветра, от холода. И вообще это просто прекрасное изобретение для любой мусульманки. К нему, к этому комплекту прекрасно подходят любые кеды, практически любого цвета. Это белые, это черные, это серые, это какой цвет ваша душа пожелает. И третий образ. Лиана очень просила подобрать ей какую-то одежду для дома. Когда приходят не махрамы, когда нужно одеться быстро, быстро укрыться от посторонних взглядов. И очень просила такое платье, которое можно было бы надеть, и в этом же платье и детей покормить, и поиграть с ними, и при этом вовремя прочитать намаз. Мы подумали и подобрали для нее прекрасное намазанное платье от двух марок. Одно вы видите сейчас на манекене, это марка Вэйл, намазанное платье. А вторая марка, это марка Амира. Лиана его продемонстрирует во время дефиле. Прекрасный штапель, нежная ткань, натуральная ткань, прекрасно, идеально для дома. Палантин, он пришит к горловине, очень удобно, когда ничего не надо искать, что надеть на голову, чтобы прочитать молитву. Шапочку даже можно не надевать, но здесь мы для комплекта представили шапочку. В принципе, этот палантин, если его обвязать, завязать, все закрывает, даже ту зону, куда мы обычно надеваем шапочку под платок. Прекрасные манжеты из эластичной ткани, трикотажа, позволят быстренько приподнять рукава, взять омовение. Платье не облегающее, скрывает силуэт женщины, то просто великолепно для любой мусульманки. Также намазлык, вот такой красивый мы и подобрали под этот комплект. Ну, конечно, трое тоже мягкие, такой стеганый. В этом платье прекрасно можно делать свои домашние дела и читать вовремя все намазы, быть покрытой очень универсальным платьем. Кстати, у этого платья есть еще одна очень полезная вещь. Замок спереди. Он раскрывается почти до талии, очень удобный для кормящих мамочек. У Лианы трое детей, иншаллах, может, еще будут. Для нее это платье просто находка. Очень удобно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Друзья, Лиана сегодня за полдня освежилась, привела себя в порядок, отдохнула, переоделась. Лианечка, ты выглядишь просто, Машалла, потрясающе. Сестры, вы можете также за полчаса на сайте интернет-магазина Мэйденли выбрать себе любой лук, выбрать одежду для своего мужа, для детей, совершить покупки для всей семьи. Лиан, скажи, пожалуйста, понравилось тебе участвовать в нашей программе? Как ты себя чувствуешь? Да, очень понравилось. Испытала бурю эмоций. Лиан, ты сегодня на своем примере показала многочисленным домохозяйкам, мусульманкам, нашим сестрам, многодетным мамам, что выглядеть хорошо, скромно, опрятно, это не так сложно. Я знаю, что у тебя у самой трое дочерей. Иншаллах, они растут, скоро они вырастут, станут чьими-то женами, невестками, мамами. Для них ты служишь примером. Альхамдуля, ты большой молодец. Друзья, на этом наша программа подходит к концу. Сегодня мы заканчиваем, закругляемся. Если вам понравилось наше видео и вы хотите стать участницей нашей программы, заполняйте анкету. Она находится под видео. Также, если вы хотите связаться с нашими партнерами, все ссылки вы найдете также в описании. Саляму алейкум. До новых встреч. Саляму алейкум. Спасибо за участие. Вам спасибо, Римма. Очень понравилось. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»